Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос с мужчиной вместе 3 месяца. Мужчина постоянно делает мне замечания, тебе этот цвет не идёт, оденется по-другому, у тебя маникюр некрасивый, зачем так красишь, выпрямить спину и так далее. Когда рассказываю о делах на работе, начинает говорить, как надо себя вести и как лучше делать. Мне это не нравится, я говорил им, но он продолжает это делать. Муж всегда говорит, что видит, что думает, при этом он говорит, что любит меня, что это значит, зачем он это делает. Я и так закомплексованный, а этим он ещё больше растит комплексы во мне. Ну, если у вас есть комплексы, то с ними нужно работать с психологом, потому как, если с ними не работать, то, в общем-то, кто угодно будет вам эти самые комплексы растить. И, на мой взгляд, обвинять кого-то в том, что человек растит комплексы во вас, конечно, можно, но... Абсолютно это не... Абсолютно неэффективно, абсолютно неэффективно подобного. Вот. Дальше... Идём. Вам нужно, на мой взгляд, посмотреть, правда ли то, что говорит мужчина. То есть, правда ли, что он действительно всегда и всем говорит о том, что видит? Если он делает только с вами, если он делает это только с вами, то это один вопрос. Если он делает это со всеми людьми, это другой вопрос. То есть, в этом случае вам мало что можно изменить. Человек, если он вот такой, он такой, он скорее всего уже не изменит. Дальше. Как непосредственно вы сами говорите ему о том, что вам не нравится? Какие используете для этого слова, фразы и так далее? Понимаете, тот факт, что человек, ну, позволяет себе говорить что-то в ваш адрес такое, говорит о том, что вы ему это позволяет. И, на мой взгляд, нужно в первую очередь разобраться в том, что вы, сделали, сделали для того, чтобы вот это, что все происходит, стало возможным. Не обвинять человек, а именно разобраться в том, что вы сделали для того, чтобы этот процесс стал возможным. Вот. Ну и поработать, конечно, с уверенностью в себе. И подкорректировать коммуникации с мужчиной, чтобы вы могли для себя видеть, если у вас перспектива, будущее и так далее. Вот. Ключевой момент заключается в том, что вы пытаетесь понять его, а не себя. Это вот классический и прямой путь к зависимости от человека, от его мнения. Если у вас опыт таких отношений не первый, то я бы сказал, что возможно здесь имеет место быть сценарная модель поведения. То есть вы выбираете себе таких мужчин, которые бы вас принижали и ведете себя так, чтобы вас принижали, для того, чтобы подтвердить наличие у вас комплексов, которые дают вам определенную выгоду. Вторичную выгоду. Выгоду не сразу понятную, не сразу заметную, но, тем не менее, вполне себе реальную. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи!